Добрый день, хотел рассказать как проводить обрезку гортензии. Некоторые рекомендуют гортензию обрезать весной, до распускания почек. Я советую обрезку проводить тогда, когда только начинают листья распускаться. Это вот в конце мая, начале гимна. То есть мы сразу видим где-то, где распустились, где начинает распускаться, а где вот уже сухая. Видите, вот этот сухой на примере. Вот так вот обрезаем. Секатор должен быть острый быть и обрезку как бы обрезаем можно вот так вот. То есть некоторые рекомендуют секатор вот так ставить на искосую обрезку. А я делаю так. Вот как бы и вот так вот пошел смотреть. Если много вот таких как бы подмерших, это гортензия древовидная или гортензия метельчатая, то желательно, если вот предположим много подмерших, то можно, надо все это полностью все эти обрезать, чтобы вот оставить для молодняка. То есть, предположим, если столько много, то как бы вот на такой высоте, как вот видим вот... Вот так вот обрезку проводить. А вот эта вот сухая. Вот так вот и пошло. Хотя, видите, вот тут же как бы вот проросло. А здесь как бы... Ну, если здесь много вот таких коротких обрезанных побегов, то естественно надо стеблить точно. То есть, надо обрезать вот так. Потом уже, когда в июне уже обрастет этот куст и заложится бочка, то можно еще раз подформировать. Вот так вот. Сухие, сухие подрезаем под корот. Здесь внимательно смотрим. Вот. Так. Сгибаем. Как будто, видите, есть там с этой стороны, с левой стороны как бы побег, здесь сухой. Обрезали, видим, что он мешает друг другу этому побегу. Хотя мы посмотрим. Видите, сейчас хрупкие эти листья. Сразу. Ну, стараемся покороче сделать. Вот так вот. Когда мы вот так вот обрезаем, как бы почка меньше, как бы больше питательных веществ остается здесь выше. Вот так вот. Вот самая точка, когда растет. То есть, как бы даже лучше, когда вот такую вот проводить. Прямо вот секатор ставить вот здесь брезком. Прямым косом. Срезом прямым. Это тоже также обрезается спиреей. В это же время тоже смотрится, где распустились листья. Вначале прорастать спиреи, чубушки. Также сирени. То есть, на сиренях не каждый можно определить, где она прорастает. Вот так создадим вот такую невысокую, вот как здесь. Вот такую высоту. Сейчас увидим, где она закладывается, где почка. Вот она. Ну, расстояние от почки где-то, ну, 5 миллиметров, где-то, ну, сантиметр. Вот так получается, где-то, может, 5 миллиметров, где-то сантиметр. потому что не повредить эти молодые обеи листья ну вот и смотрим здесь приблизительно вот так что потом она у нас красиво смотрелся шарик не как вот что может быть здесь выше а здесь ниже то есть смотрим так вот отошли и посмотрели как он красиво бы смотрелся в этот период времени вот эти соцветия обязательно тоже обрезаем старые то вообще надо было в осенью обрезать ну можно сейчас так вот смотрим все сухое нету здесь ничего пытаемся туда саму вниз так вот тут как бы получается выше здесь как бы ниже да мы стараемся здесь пониже берем как бы вот так должно быть ориентировочно приблизительно прикинули чтобы полукругло то есть как бы здесь чуть повыше здесь чуть пониже так еще ниже ступеньками как бы вот здесь вот здесь вот наравне получилось тут где край должно ниже быть там обрезаем вот здесь вот видите как получатся немножко выше еще ничего страшного вот так вот вот так вот надо будет внимательно и аккуратно потому что они хрупкие сейчас вот побеги растут с листьями они очень хрупкие то есть Продолжение следует... 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 Продолжение следует...